Дом для учеников Дом для учителя, где чебоксарские педагоги смогут купить жилье по сниженной стоимости. Комфортная городская среда 2019. Последние новости с площадок реализации программы и интервью с главным архитектором республики. Если вы педагог или только собираетесь им стать, и перед вами стоит квартирный вопрос, то следующий репортаж для вас. В Чебоксарах заложили фундамент первого дома по проекту Дом для учителя. Участники церемонии заливают первый куб бетона и по традиции кидают монетки в фундамент будущего дома учителя. Его возводят по региональному проекту, цель которого – сделать жилье для педагогов доступнее. Квартиры для них здесь будут на 20% дешевле, чем в среднем на рынке. На сегодняшний день первая позиция – это у нас 78-квартирный дом. На сегодняшний день 30 квартир у нас забронировали педагоги. Мы вообще не ограничиваем по количественному составу квартир. Пока 30 у нас сейчас есть. Раньше на этом месте был детский сад. В 90-е годы его закрыли. Долгое время здание бывшего садика арендовал филиал одного из вузов. Затем оно просто пустовало. В Минюсте Чувашии просчитали выгоду от разных вариантов и решили не включать земельный участок с объектами в ежегодный план приватизации, а пойти другим путем. Мы включили объекты недвижимости и земельный участок под ними в уставный капитал ипотечной корпорации. Для того, чтобы они уже в установленном порядке нам построили дом, на первом этаже которого будет в рамках нацпроекта образование «Ясельная группа». С учетом того, часть квартир по проекту «Жилье для педагогов». Это отдельная программа. Первые квартиры по сниженной стоимости забронировали преподаватели Чувашского государственного педагогического университета. ВУЗ подписал застройщикам соглашение. Во-первых, чуть дешевле квартиры, а еще садикам в благоустроенном хорошем районе, конечно, это привлекательно для нас. Создать дом планируют в начале 2021 года. Формирование комфортной городской среды. Про реализацию этой программы мы говорим в каждой нашей передаче. Так что, думаю, это можно считать нашей постоянной рубрикой. В этот раз наши съемочные группы добрались до самого южного города республики и до гордых химиков о том, как благоустраивают дворы в АлатРа и набережной в Новочебоксарске в репортаже моих коллег. Набережная в Новочебоксарске набирает популярность. В хорошую погоду здесь и в шахматы играют, и бегают, и просто прогуливаются с детьми. Стало очень красиво, здесь очень приятно гулять, здесь чисто. И даже вот с детьми на самокатах, на велосипедах здесь гулять очень удобно. Мы вот специально сегодня выходной приехали сюда провести время. Велосипедные, асфальтовые и брусчатые пешеходные дорожки увеличились почти в два раза. Продлили и сеть уличных фонарей. Продолжение набережной на общественных обсуждениях решили назвать в честь известного земляка. У нас вот сквер Шевницына. Это как продолжение Верхневолжской набережной. Здесь у нас выделено 11 миллионов рублей. Шевницын – это основатель, руководитель химпрома. Знаем его, помним его. Уважаемый человек в городе. Благодаря ему у нас построена не только химпром, но и вся инфраструктура практически. Школы, больницы, садики, жилые дома. И поэтому горожане решили увековечить память Шевницына. В сквере расположился и зимний световой фонтан. Сейчас завершаются монтажные работы. Вокруг него скамейки и беседка в греческом стиле. Еще несколько лет назад на этом месте рос сорняк. И от этого земля стала сухой и неплодородной. Для благоустройства надо черный земля завозить. Где-то на глине потом газонная трава, она высохнет. Она не будет плодородные слои обеспечивать для травы. Здесь я сколько раз говорил, вот здесь более-менее сейчас создали. Осталась там газонная косилка, как в футбольном поле косить. И здесь то же самое. Завезем. Потому что это надо сейчас убрать сантиметров 10-15 и по новой стелить. Это сейчас дополнительная работа появляется. Стройка не мешает велосипедистам и тем, кто начинает день активно. Утренняя пробежка. Готовлюсь к свадьбе, в отпуске пока. Поэтому пока вот бегаю по набережной, по роще. Комфортно, да. Достаточно, что в роще, что на набережной. Ельниковская роща тоже обновилась. Здесь уложили асфальтовые тротуары, добавили скамейки. Для поклонников активного отдыха, спорта и здорового образа жизни обустроили вторую спортплощадку, где можно сыграть партию в настольный теннис или потренировать мышцы. Сегодня специально уже обошла весь лесок наш и решила найти вот этот участок. Есть чем хоть заняться, а то во дворах-то нет такого. Здесь пришел свежий воздух, чистота. Площадки чистые, уборные. Мусор, тут люди с собой все равно следят. Приятно заниматься. Преобразилась и аллея славы. Так комплексно и масштабно к благоустройству города химиков никогда ранее не подходили. Сумма, выделенная из республиканского бюджета на формирование комфортной городской среды, превышает 36. По факту мы сделали за последние 4 года 115 дворовых территорий. В этом году реально мы благоустроим 27 дворовых территорий. Если взять и оценить оставшиеся дворовые территории, за 3 года, 2020-2021-2022 года, Новочебоксарск полностью будет благоустроен по дворовым территориям и по подъездным путям. Вот это хороший результат нашей совместной деятельности. До конца года в Алатаре необходимо благоустроить 8 дворов. Для местных жителей обновляют тротуары, парковки и асфальтируют подъезды к домам. Вот деньги только на благоустройство дворовых территорий в этом году выделили 21,7 миллиона рублей. Двор есть? Есть. Поэтапно, по шагу, включая 2024 год, все надо расписать. Кроме этого, на дорожное хозяйство, на улицу в этом году там где-то 104 миллиона рублей. Выделены деньги? Если прибавить, огромные это деньги, и каждый год эти деньги мы будем выделять. Нормально? Рады, что асфальт новый появился? Очень рады. Вот мы сейчас обговариваем, чтобы для вас камейки здесь появились. От многодетных мам еще одна просьба. Установить искусственные неровности на въезды во дворы. Ведь речь идет о безопасности детей. Не, ну я думаю, что пожелание правильное. Если мама троих детей поднимает такой вопрос, мы учтем это. И при прохождении последующей экспертизы эти все варианты будем учитывать и будем предусматривать. Я думаю, что это этот самый. Для регламента, стандарты надо своим приказом утвердить, и для всех это должна быть норма. Во дворах по улице Московской работы еще продолжаются. Здесь необходимо оборудовать детскую площадку и тренажеры. По инициативе жильцов отремонтировали тротуары. Мы с республиканского бюджета выделили в этом году на 650 почти что проектов. Почти мы финансируем за бюджеты не менее 50% жителей разных муниципальных образований, предпринимателей. Принимать работу подрядчиков должна инициативная группа. Если смотреть в разрезе республики, то у нас сегодня реализуются мероприятия по 297, 258 дворовым территориям, порядка 300 миллионов средств выделено. Про комфортную городскую среду продолжим говорить с главным архитектором Чуваши Александром Шевлягиным. Но вот как пел известный музыкант Сергей Митяев, Лето – это маленькая жизнь. Я на самом деле перефразирую с точки зрения подрядчиков по проектам программы формирования комфортной городской среды. Лето – это такая самая горячая пора, когда нужно успеть сделать самый основной фронт работы. Вот у нас в Чувашии все-таки как подрядчики? Они успевают до снега, до закончат проект? Мы очень сильно надеемся, что они успеют. Тем более на сегодняшний момент уже многие подрядчики даже завершили работу по сравнению с прошлым годом. Если прошлый год у нас было очень сильное отставание у подрядчиков, то есть проекты были сырые, сами они не были готовы, то в этом году прогресс налицо. То есть уже, допустим, 26 объектов, у нас 13 детских игровых площадок дворовых и 13 общественных пространств уже завершены, сданы под ключ. И многие уже в степени готовности очень высоки. Я думаю, по программе до конца года мы успеем. А вот мы были с представителями Минстроя, с представителями вообще Российского народного фронта в июле в Урмарах. И вот там тогда, мягко говоря, на мой взгляд, из сроков они выбивались, особенно в парке. Вот сейчас там какая ситуация? Ну, после того посещения нашего, естественно, было им указано, что нужно ускориться. Они ускорились. На сегодняшний момент мониторинг проходит практически каждый день. Они присылают фотографии по исполнению данных работ. И, в принципе, уже прогресс налицо. Но это надо, мы еще наметили в конце сентября, в начале октября еще раз поездки по тем объектам, где было отставание. И посмотрим, как они справляются с задачей. Ну да, потому что, если в прошлый раз зрители видели, да, что там у нас лебеда растет буквально, вот у меня растет лебеды. Нет, это не потому что осень, а потому что все-таки что-то предприняли, да? Конечно, конечно. Они уже корыто сделали под дорожки, практически готовы уже к финишному покрытию. Работа кипит, идет. Вы были тоже в разных районах, в разных муниципалитетах. И вот, наоборот, лучший пример, лучшая практика, на ваш взгляд, какая население? Ну, лучшая практика мне больше всего, конечно, в Яльчиках понравилась. Там, помимо того, что есть примененные типовые элементы, уже сама администрация, сами жители этого населенного пункта проявляют активность, проявляют творчество. И вы сами видели, какие там интересные элементы появляются. В принципе, не такие дорогие, но, тем не менее, они несут очень большую функциональную нагрузку. Естественно, уровень проектов растет, уровень участия горожан тоже растет. Они не то, что просто приходят и обсуждают, они уже дают конкретные примеры, они тоже ездят по городам, смотрят. И на конкретных примерах уже говорят, нам сделается так или лучше. Если говорить непосредственно про Чебоксары. Вот мы находимся с вами в Кадетском сквере, его сделали еще в прошлом году. В этом году у нас благоустроили, например, Дориспарк. Но я знаю, что сейчас подрядчикам предстоит некоторые моменты переделать. Вот что переделать и почему? Почему так произошло? Ну, недавно комиссия во главе с Минстроем, с городской администрацией, с подрядчиками выезжали на этот объект. Есть определенные замечания к этим работам. То есть где-то они соблюли технологию, где-то не до конца сделали работы. Эти замечания им указаны. Я думаю, они в определенный срок, кратчайший, все это исправят. То есть это они делают именно по гарантии, да? Конечно, конечно. Гарантии практически 5 лет. То есть в течение 5 лет они несут ответственность за свои работы. Хотела спросить вас не только как архитектора, как жители города. Вообще комфортная городская среда – это вот что для вас? Ну, практически для меня можно откинуть слово комфортная. Это просто среда. Ну, среда, она заключается во всем. И в транспорте, который ездит по улицам, и по людям, которые одеваются. В принципе, все это среда. Дверные ручки, двери в квартирах, подъезды, окна, фасады. Вот это все среда. То есть на сегодняшний момент роль среды, она намного больше, чем архитектура. По крайней мере, это мое мнение. Потому что на сегодняшний момент просто построить здание красивое – это, скажем так, пол-дела. Еще нужно создать ту среду, чтобы жители радовались, выходя из этого красивого здания, попадали в красивую среду. Конечно. Все-таки, как вы думаете, достаточно ли того, что у нас предусмотрено в программе? Что это ремонт дорог, освещение, какие-то малоархитектурные формы, игровые зоны для детей. Может, что-нибудь добавить хотелось бы? Или, в принципе, это… Добавить, конечно, хотелось бы. Это, в принципе, и те здания, которые у нас обветшалые стоят, которые не попадают в капремонт. Их тоже надо приводить в соответствие с той средой, которая, ну, создается. Ну, и транспорт у нас еще тоже общественно не всегда современный. То есть много вопросов. Плюс еще эта программа «Конфорт-городская среда», она для населенных пунктов, которые свыше тысячи человек. А что делать, где меньше тысячи? Они тоже хотят жить в комфортной среде. Я думаю, вот надо расширять все это хозяйство, доходить до каждого населенного пункта. Поэтому, я думаю, у нас работы много и перспективы тоже большие. Я думаю, к этому придем. Есть еще что у нас делать? Есть еще что? Много чего. Вот в Чебоксарах мы уже Кадетский сквер благоустроили, площадку Ушу-Пашкар мы благоустроили, набережную продолжаем. Есть ли какие-то, не знаю, места у нас, о которых горожане чаще говорят, что еще предлагают благоустроить? Ну, на сегодняшний момент, смотрите, у нас как бы немножко ущемлен остался юго-западный район. То есть и жители требуют, и пишут, и обращаются. Я считаю, что там тоже есть очень достойные территории. Это взять, допустим, АДК Салют до Института культуры. Вот эту территорию, ее можно очень сильно облагородить. То есть сделать такой бульвар пешеходный тоже не хуже, чем Кадетский парк. Ну, а опять-таки, это нужно разработать проект СМИД-документацию, согласовать с жителями, посмотреть, что они еще предложат. Ну, там тоже очень много территорий, которые можно... Бульвар Митова возьмите. Это тоже территория, которую можно превращать в бульвар. То есть название должно соответствовать все-таки. Хотя бы в какой-нибудь отдаленной перспективе. Или как думаете, мы все-таки до этого, руки дойдут? Они уже доходят. То есть уже, допустим, перед московской администрацией стоит задача создать общественное пространство вокруг ДК Салют. Но мы уже ставим задачу шире, чтобы от ДК Салют хотя бы концептуально было разработано и до Института культуры. А там уже будем разрабатывать и бульвар Митова, и другие территории, которые можно, скажем так, отнести к общественным пространствам. Если говорить про следующий год, вот сейчас, что уже пора готовить проекты или уже пора предоставлять проекты? Пора уже давно готовить и давно предоставлять. У нас мы поставили крайний срок, это до 1 ноября. Проект с меддокументации должна, по крайней мере, согласованно быть у нас. Иначе мы ставим задачу, чтобы все-таки в начале года уже все контракты были заключены и подрядчики имели довольно-таки большой запас времени для того, чтобы все эти работы выполнить. Именно в тот период, когда у нас стоит благоприятная погода. Для погоды, да, чтобы снег, асфальт у нас не клали, да? Да, естественно, чтобы не делать газоны в морозную погоду и сажать деревья, когда уже снег лежит. Это уже, как считается, очень плохая практика. Последний у меня вопрос. Если житель города, предположим, какого-нибудь теленаселенного пункта решил, что неплохо было бы благоустроить определенную территорию, что ему нужно сделать? Например, даже сейчас, если не на следующий год, но там через, да, куда обратиться, куда обращаться? Ну, во-первых, в населенных пунктах, где больше 20 тысяч проживает, будет рейтинговое голосование, опять же, это каждый год у нас будет проходить. А в тех населенных пунктах, где, скажем так, меньше населения, есть комиссии, которые занимаются именно комфортной городской средой. Можно все предложения туда относить. Ну, в любую администрацию есть отделы, которые занимаются городской средой. Можно предложения свои направлять туда и смотреть за теми объявлениями, которые размещает администрация, когда будет проводиться общественное обсуждение каких-то проектов, активно участвовать. И вообще, на сегодняшний момент, все зависит от нас, чем активнее будут жители участвовать во всех этих проектах, тем, я думаю, больше удовлетворений получат они от своей работы. Плюс, ну, призываю, вплоть до того, что они могут и материально, и своим трудовым участием вкладывать какую-то частицу в этот проект. Ну, да, чтобы потом не говорить, да, что нас не спрашивали, что это или как... Да, а то получается иногда так, что, допустим, 10% жителей определенного двора участвуют в этом обсуждении. Они вроде бы договорились, проект сделали, начали реализацию, а потом выходят другие проценты жителей и начинают здесь не так, это вот нам не надо, вот это вот мы не хотели, а хотели вот так, и получается некий конфликт с теми, кто участвовал и с теми, кто не участвовал. Поэтому я призываю, чем больше народ будет в этом участвовать, тем, естественно, будет и коллективный результат более лучше. Спасибо большое. Я напоминаю, что про формирование комфортной городской среды мы разговаривали с главным архитектором республики Александром Шевлягином. С вами была Ольга Пырочкина, «Баби и лето» и программа «Вектор комфорта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин